Спикер Палаты представителя Нэнси Пелоси объявила о своем самовыдвижении и переизбрании, несмотря на то, что это может означать, что она больше не будет отбывать свои последние годы пребывания в Конгрессе. В виде объявлений во вторник Пелоси заявила, что будет добиваться другого срока в интересах почему-то именно детей и продвижения ценностей Сан-Франциско, равенства, абортов и многого другого. Привет, это Нэнси. Спасибо за предоставленную мне честь представлять наш город и наши ценности Сан-Франциско в Конгрессе, сказала она на фоне знаменитой площади Алама в Сан-Франциско. Права человека, репродуктивная справедливость, равенство, уважение к иммигрантам и забота друг о друге. Пелоси подчеркнула, что ее многолетняя политическая карьера, в ходе которой она обогатилась за счет сомнительных торговых маневров на Уолл-стрит, предписывалась ее любовью к детям. Когда меня спрашивают, какие-то самые важные проблемы стоят перед Конгрессом, я всегда отвечаю одно и то же. Это наши дети. Наши дети и еще раз наши дети. Их здоровье, их образование, жилье, экономическая безопасность, их семей, чистая безопасная среда, в которой они могут процветать и мир во всем мире, где им рады, где они могут реализовать себя. Это моя жизнь. Почему я иду в Конгресс? Так ради детей. Это моя история, это моя песня. Как вы слышите, я говорю, когда вы выбираете принять удар или нанести удар. Все это ради детей. Перечислив свои самые ценные прогрессивные дела, Пелоси пришла к выводу, что вернется в Вашингтон как борец за демократию. Наша демократия находится в опасности из-за посягательств на правду. Нападение на Капитоле США, нападение на государство, нападение на право голоса. Эти выборы имеют решающее значение. На карту поставлено ничто иное, как наша демократия. Но, как говорится, мы не мучаемся, мы организуем все. И именно поэтому я баллотируюсь на переизбрание в Конгресс. И с уважением прошу Вашей поддержки.